Добрый вечер! В студии Кирилл Гусев. Подводим итоги дня вместе с выпуском новостей на телеканале Катой 24. Что делать, если вы живете у дороги и проезжающие мимо машины постоянно нарушают ваш покой? Жители Барнаула попробовали решить эту проблему самостоятельно. Они установили лежащий полицейский прямо на проезжей части. Насколько это законно? Сегодня ровно 90 лет со дня рождения нашего великого земляка Василия Макаровича Шукшина. К этой дате на сцене театра драмы показали спектакль «Калина Красная». Стикеры в социальных сетях сделали из нее миллионера. Барнаульская художница Алина Николаева уже давно увеличила свой счет до шестизначных чисел. О секретах годных стикеров узнаете далее. Выпускникам губернаторской программы подготовки кадров для малого и среднего бизнеса вручили дипломы в правительстве края. Участниками торжественной церемонии стали 150 руководителей и специалистов коммерческих фирм. Всей душе вас поздравить и пожелать всего-всего самого лучшего. И очень важно найти эти возможности для самореализации. Со стороны властей Алтайского края мы постараемся создать все условия, чтобы это было возможно. Поздравляю вас, успехов и счастья. Спасибо. Обучение проходило на базе Алтайского государственного университета и на учебных площадках в городах Рубцовске и Биске. За время реализации проекта выпускники губернаторской программы стажировались не только на российских предприятиях, но и за границей в Казахстане и даже в Японии. Мне лично, как руководителю направления, были очень полезны такие дисциплины, как маркетинг, работа с персоналом, ну и в принципе налогообложение тоже было достаточно интересным, потому что эта дисциплина весьма дифференцирована. Каждый год изменения происходят, нужно быть на волне, скажем так. До обучения на данной программе мы в своей работе испытывали определенные трудности именно при работе с финансами. Пройдя данное обучение, получили довольно много теоретических и практических знаний, которые на текущий момент применяем. Тем самым у нас значительно улучшился контроль в нашем бизнесе и значительно, это уже видно по текущему году, у нас значительно возросла отдача. Сегодня в крае насчитывается 80 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Больше половины в Барнауле. Малый и средний бизнес ежегодно приносит в Казну Края более 5 миллиардов рублей. Что делать, если вы живете рядом с дорогой и проезжающие мимо машины постоянно нарушают ваш покой? Жители Барнаула попробовали самостоятельно решить эту проблему. Установили лежачий полицейский прямо на проезжей части. Законно ли это, расскажут мои коллеги. Эта искусственная неровность на перекрестке колхозного переулка и улицы Пролетарская появилась около месяца назад. Кто ее установил, неизвестно. По нормативам она не должна превышать 7 сантиметров, а длина не должна быть шире проезжей части. Здесь же невооруженным взглядом видно, что лежачий полицейский намного завышен. Из-за преграды, установленной не по правилам, говорят автомобилисты, из строя зачастую выходит ходовая часть транспорта. Ну я ехал, я даже не ожидал, что я его встречу, эту преграду. Ехал спокойно, увидел ее уже в самую последнюю секунду, притормозил и получился удар об порог. Насколько сильный удар был? Очень сильно в кузове. Я даже думал, что вмятина будет. Водители, так скажем, транзитного транспорта в последний момент, увидев вот этот бугор, применяют экстренное торможение, проскакивают. Ну то есть автомобилю наносится урон, плюс создается аварийная ситуация, что прибегает к аварийному экстренному торможению, что может создать аварию опять же. Укладка искусственной неровности без разрешения – противоправное действие, которое преследуется законом. Административное нарушение. За это нарушителям грозит штраф размером до 300 тысяч рублей. Самостоятельно убрать несанкционированную преграду тоже запрещено. Должна пройти процедура собрания, где все жильцы должны проголосовать за или против организации искусственной дорожной неровности. Если решением собственников многоквартирного дома будет принято решение о целесообразности установки в жилой зоне искусственной дорожной неровности, то это же все оформляется протоколом. Искусственные неровности устанавливают на дороге, перед школами, детскими садами, интернатами или перед опасными участками на трассе, чтобы автомобилисты сбавляли скорость до 40 км в час. Для решения проблемы водители или местные жители должны написать заявление в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Там его рассмотрят и в течение нескольких дней уберут. Евгения Князева, Михаил Лифуншан, Алексей Шаульский. Новости. Замену канализационных труб проводит водоканал на участке Змейногорского тракта по улице Ванесова в Барнауле. На работы потратили 11 миллионов рублей. Протяженность участка 224 метра. По всей длине проложат трубы из полиэтилена шириной 880 миллиметров. Их срок службы 50 лет. Подрядчик использует метод работы, при котором не требуется копать огромный котлован по всей длине участка. Рабочие выкапывают небольшие ямы и через них специальным оборудованием протягивают трубы через грунт. Ориентировочные сроки окончания работ 25 августа. После этого на Ванесово начнется ремонт дороги. Вообще у нас в этом году этих работ в плане не было. Но поскольку Змейногорский тракт у улицы Ванесова попала в городскую программу безопасной и качественной дороги, и здесь будет уложен новый асфальт, глава города Сергей Иванович Дугин дал нам поручение отремонтировать все участки, которые в ближайшие годы могут потребовать ремонта, с тем, чтобы уже не нарушать дорожное покрытие. В рамках конкурса журналист меняет профессию. Экзамен успешно сдали девушки-автомеханики. Подробности в нашем сюжете. Перед вами очаровательные участницы конкурса «Журналист меняет профессию», которая учится на автомехаников. Теперь их никто не обманет в автосервисе, потому что они сами фору дадут любому мужчине. 10 плюс 10 – 30, то есть идет одинаково. А вот здесь вот у нас, смотрите, вот видите, 21-21. Экзамен по автомеханике принимает мастер производственного обучения Алтайского транспортного техникума Сергей Корнаухов. Участницы конкурса должны провести полную диагностику автомобиля. Обнаружить и устранить пять неисправностей, которые были внесены заранее. Расхождение суммарное. Зачем? Нет, подожди. Ну ты принеси 18-й. Попробуем давай. А что он у тебя так тугово шел? Вот 18-й. Вы находитесь в режиме выбор модели. Он просит у вас машин. При помощи стрелок выберите требуемый... Проверить развал схождения по лазерным мишеням на электронном стенде, убедиться в надежности крепления стоек, подтянуть болты на сайленблоках, заглянуть под капот и решить возможные проблемы с мотором, а также проверить давление в шинах. Это только часть действий, которые предстояло произвести будущим автомеханикам. Но зачем им все это нужно? Выезжая из автосервиса, что-то через неделю, через две начинало сыпаться вновь. И получается, мы только и работали на эту машину, на ремонт ее. Теперь я понимаю, что много услуг нам дополнительно прописывали и оказывали. Приехал с одной проблемой, а выезжаешь с другой, о которой ты узнаешь через несколько дней или недель. Поэтому я теперь буду сама делать все, что я могу. Не заветные корочки, а реальные знания, позволяющие прилично экономить на обслуживании авто. Вот для чего девушки идут учиться на автомехаников. Экзамен они, кстати, сдали и получили хорошие оценки. Добавлю, уже пять лет журналисты, политики и общественники обучаются рабочим специальностям в колледжах края на конкурсе «Журналист меняет профессию». После курса, обычно составляет от одного до двух с половиной месяцев, все сдают настоящий экзамен и становятся достойными специалистами каждой своей отрасли. Будь то сварщики, ювелиры, каменщики. Константин Ганов, Михаил Ливоншан. Новости. Сегодня ровно 90 лет со дня рождения нашего великого земляка Василия Макаровича Шукшина. Символично, что к этой дате на сцене театра драмы показали спектакль «Калина Красная» с участием актеров Андрея Мерзликина и Марии Шукшиной, а также ансамблем «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Противоречивая и бездонная душа, сильный характер и смелые поступки. Такие они герои постановки «Калина Красная» по произведению Василия Макаровича Шукшина. Музыкально-драматический спектакль основан на одноименной повести и культовом советском фильме. Это одно из самых ожидаемых событий шукшинских дней на Алтае. Тем более, что в этом году нашему великому земляку исполнилось бы 90 лет. На сцене поистине звездный состав. Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Вячеслав Манучаров, Мария Шукшина, Андрей Мерзликин и Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня». Что сама «Калина», что «Калина Красная» спектакль и то и другое абсолютно по вкусу людям, несмотря на горчинку, перчинку, улыбку, кислинку, знаете, тем не менее, все в кайф. А своим артистам как? Что вы чувствуете каждый раз, когда играете этот спектакль? Вы знаете, я какую-то чувствую такую мощь и силу, ощущение, что я как будто понад землей. Это история бывшего заключенного, который встал на путь исправления и решил круто поменять жизнь и прожить ее честно. Здесь и русская деревня, которая противостоит городским нравам, и, конечно, настоящая любовь. Чистая, искренняя и неподкупная. Любимая сцена – знакомство с героиней «Здравствуйте», «Георгий Любовь». Вот это, да, очень, очень люблю этот момент. И зритель смеется, и, конечно, знакомство с родителями. Ну, это крылатые фразы, да, колоски из колхозных полей, воровалок. Зритель так радуется в этот момент. Но зрители тяжело, конечно, на первый акт они полностью работают над сравнением фигуры исполнителя с Василием Макаровичем, Шукшина. Василий Макарович написал повесть почти 50 лет назад. Затем снял одноименный фильм, где он и его жена Лидия Федосеева-Шукшина сыграли главные роли. В спектакле же Любу играет их дочь Мария, а Егора Прокудина – Андрей Мерзликин. К слову, зрителю не хочется сравнивать героев фильма и спектакля. Кроме того, немаловажную роль здесь играет музыка. Это лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы в исполнении ансамбля «Русская песня». Он мне очень напоминает спектакль древнегреческой трагедии, когда присутствует герой и присутствует хор. Помните, там хор играет большую роль. Вот что здесь делает главная, я бы так сказал, сила спектакля под руководством Надежды Георгиевны – это просто-напросто. У меня, вот сколько я играю, у меня все мороз по коже и волосы дыбом. Зрители отмечают, что после спектакля, как и от Калины, остается горькое послевкусие. Конечно, я знала, что эти артисты будут, но спектакль просто захватывает. И они так быстро переходят от восторга к каким-то печальным нотам. Я просто в восторге. Мне нравится очень спектакль, мне нравится постановка. Конечно, мы вспоминаем и Калину Красную. Интересно видеть знаменитых артистов. Вспоминаешь очень и фильмы их, песни шикарные. Кстати, Калина Красная – не единственный спектакль по произведениям Василия Макаровича в год его юбилея. Весь сентябрь в Театре драмы пройдет под эгидой Шукшина. Екатерина Варкентин, Сергей Балуев, Михаил Лифуншан. Новости. Стикеры в социальных сетях сделали из нее миллионера. Барнаульская художница Алина Николаева уже давно увеличила свой счет до шестизначных чисел. О секретах годных стикеров она рассказала нашей съемочной группе. Альпака в Телеграме. Код Сахарок ВКонтакте сделали ее знаменитой. Первый набор или сокращенно пак стикеров от Алины Николаевой скачали 4 миллиона человек. А началось все с рисования на скучных лекциях. Затем решила поделиться своим творчеством. Алина написала арт-директору мессенджера Телеграм и отправила первый набор Альпака. За каждый стикер Телеграм заплатил по 80 долларов, но вскоре на этой платформе изменились требования. Они начали выпускать стикеры для взрослых в том плане, что там программисты, бизнесмены, банкиры и так далее. А мне такое рисовать не очень нравится, поэтому я, ну работа тяжело пошла в Телеграме. Я все же пыталась себя пересилить. Параллельно, так сказать, для души, решила попробовать рисовать для социальной сети ВКонтакте. Отправила свое портфолио и получила положительный ответ. Потому что портфолио было в таком, типа, комиксном стиле, как будто бы мой персонаж рассказывает, показывает стикеры. Я себя нарисовала с синими волосами. У меня тогда еще не было синих волос, а я вот как раз нарисовала такие там у этой девочки, как знала. Создание стикеров задача непростая, признается Алина. Для работы составила список универсальных эмоций, которые должны быть в каждом стикерпаке. Это слезы, смех, любовь, обнимашки и привет пока. Чтобы ВКонтакте приняли ваши стикеры, конечно же, нельзя предлагать уже имеющихся персонажей. Я имею ввиду, там, воровать из Телеграма или там, Человека-паука, ну, каких-то известных уже брендовых персонажей. Нужно своих придумать от себя. За два года поняла, для того, чтобы стикеры понравились арт-директору, необходим навык рисования, разбираться в материале и, конечно, яркий стиль. В остальном правил нет. Единственное ограничение – фантазия. За все мои 9 или 10 наборов за эти два года я заработала уже чуть больше миллиона. Ну, я, конечно же, уже все потратила. Свой миллион Алина уже потратила на компьютер-брату, айпад себе и на путешествия. С нами поделилась своими наработками – эксклюзивные стикеры, которые выйдут этим летом. Алина признается, стикеры рисовать устала. Сейчас ее привлекает идея дизайнерства. Через месяц она пойдет на специальные курсы. И в скором она сможет преображать дома. Но выпускать стикеры будет, потому что просит аудитория. Анна Муратова, Сергей Балуев. Новости. А сейчас новости из мира спорта. Восьмой летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет в Барнауле. О главных фишках соревнований журналистам на пресс-конференции рассказали главный судья чемпионата Виктор Селютин и председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров. Первый раз, скорее всего, в рамках официального чемпионата страны по среди ветеранов по летнему биатлону будут разыграны медали среди женщин. У мужчин в четырех возрастных категориях. Ну, соответственно, награждение происходит за первое, второе, третье место. Соответственно, три медали, четыре. Двенадцать. Четыре комплекта медалей, двенадцать медалей будут разыгрываться ежедневно. Дистанции будут, согласно положению утвержденного, классические. Мы не отступаем пока в рамках дисциплины от тех классических, дисциплин гонка, спринты и стафеты, с которых начинался биатлон вообще-то. Всего на Алтай приедут больше семидесяти спортсменов-ветеранов со всех регионов России. В свое время каждый становился призером и победителем соревнований. Это члены Союза биатлонистов и знаменитые ветераны спорта. Среди почетных гостей отец олимпийского чемпиона Антона Шипулина Владимир Шипулин, олимпийский чемпион Сергей Тарасов и трехкратный чемпион России среди ветеранов Сергей Локтев. По традиции соревнования пройдут на биатлонном комплексе Алтайского училища Олимпийского резерва с 25 по 28 июля. Уже завтра любители биатлона приглашают на начальную спринтерскую гонку. Первые комплекты медалей будут разыграны среди мужчин в четырех возрастных категориях. Старт в 10 утра. А уже в эту субботу состоится завершающая эстафета. Начало также в 10.00. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катун 24 и всего вам доброго.